В четверг совет депутатов городского округа собрался на свое третье заседание. На повестке дня 17 вопросов. Все они разноплановые. Многие касаются организационных моментов, поскольку окружной совет только в начале законотворческой работы. В числе основных изменения в доходной и расходной статьях бюджета на 63 миллиона рублей. Изменения касаются жилищно-коммунальной сферы. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности по строительству газовой блочно-модульной котельной в деревне Самотовино. Средства переносятся в размере 12 миллионов на 2020 год. И по реконструкции инженерной инфраструктуры в городе Ходьково 51 миллион также переносятся на 2021 год. Новыми в части формирования работы совета оказались два вопроса. Это внешний муниципально-финансовый контроль и формирование фракции «Единая Россия» при Совете. Если в Совет входит трое и более представителей той или иной партии, они могут сформировать фракцию. Главная ее цель – консолидированная позиция по разным вопросам жизнедеятельности округа. Этим правом воспользовалась партия «Единая Россия». После сентябрьских выборов в Совете 20 единороссов. Возглавит фракцию «Единая Россия» Константин Негурица, занимающий должность первого заместителя председателя окружного совета депутатов. Фракция сама пролежит регистрации решением Совета депутатов. Такое коллеги меня уполномочили вынести данное решение на заседание Совета депутатов. Оно вам представлено. Прошу поддержать. Депутаты поддержали вопрос формирования фракции партии «Единая Россия» при Совете депутатов округа. К слову, этим же правом могут воспользоваться и справедливо россы, занимающие три кресла в Совете округа. Также депутаты приняли решение о переименовании контрольно-счетной комиссии в контрольно-счетную палату и выбрали председателя. Им вновь стал Дмитрий Демин. В следующий раз депутаты Сергея Упасадского городского округа соберутся на заседание 17 октября. Ирина Белякова, Михаил Кирсанов, программа «События».